Всем огромный привет! Как только я сняла со станка своих трех веселых Дедов Морозов, я решила, что станок, конечно, простаивать не должен и взялась за следующую работу. Поскольку сейчас зима, я отшиваю зимние сюжеты. Мне нравится отшивать сюжеты по сезонам. Не знаю, почему-то вот сейчас ягоды как-то не очень идут, а вот все, что касается зимних вариантов, все, что касается зимнего украшения, декора дома, все идет просто на ура. Так вот, пока Деда Морозы ждут своего оформления, у меня в покупочках, вернее в запасниках, лежал такой рождественский сапожок, который я приобрела еще в прошлом году. Это набор от Панны, артикулом PR 1479, и этот сапожок в таком кжелевом настрое. Ну, как мне кажется, я, может быть, не специалист, но мне очень понравился, он очень русский. Мне кажется, вот такой сапожок не найдешь среди дизайнов Dimensions, его можно найти только среди наших дизайнов. Ну, вот, к сожалению, мы здесь видим не тройку, а двойку лошадей. Почему, к сожалению, не знаю. Деревенька, которая ночная такая, да, деревенька, которая освещена светом месяца. Стоят елочки, припорошенные снегом, зайка даже на переднем плане. Затем идут красивые узоры шовчиками, и сверху имя. Я начала этот сапожок в воскресенье, сегодня вторник. То есть, короче, я вышивала два дня. И я сейчас покажу, что у меня получилось в результате вышивки этих двух дней. Но вначале покажу быстренько, что находилось в самом наборе. Потому что с использованием всего четырех цветов нитей, это, наверное, мое испытание на сепию. Смогу ли я когда-нибудь вышивать сепию или нет. Потому что белая нить не участвует в вышивке. Она участвует только в бэке и в пришиве бисера. И производитель положил еще шнуры. Вот этот шнур, который крученый, он будет... Сапожок будет обшиваться им. А такой атласный шнур будет являться петелькой, на которую и можно его повесить. Еще здесь есть бисер. Мне очень нравится такой цвет. У меня даже ощущение, что вот этот фиолетовый, он немножко даже где-то в красноту отливает временами. Смотря как свет падает. Все зависит от освещения. И второй бисер. Второй цвет это белый. К своему удивлению, я нашла два пакетика белого бисера в этом наборе. И возможно я подумала, что кто-то отшивал сапожок. Пожаловался уже фирме Панна. И она вложила в этот набор еще бисер. Возможно это их ответная реакция на мнение вышивальщиц. Но было бы здорово, если так. Посмотрим, хватит ли мне бисера в этом случае. Действительно ли из одного пакетика хватит или придется воспользоваться и вторым. Но я думаю, что это дело ближайшего будущего. Кроме того, в наборе был кусочек линды от Гамма. Кусочек линды давался на заднюю часть сапожка и на переднюю. Я разрезала ее, чтобы мне было удобнее вышивать. Чтобы слишком большой кусок не натягивать на куснапы. И вот на куснапах мой результат. Я начала снизу, отшила здесь уже зайку. Появилась травка и елочка. Прорисовывается елочка над санями. Сани я закончила полностью. В санях тоже они везут елочку. Сейчас попробую приблизить, что получается в итоге. И в данный момент я работаю над лошадьми. Удивительный сюжет. Удивительно. Мне нравится, насколько красиво получается сам результат. Хотя вышиваешь. Я думаю, что я не открываю Америку. Все вышивальщицы испытывают те же чувства, когда берут ниточки в руки, начинают что-то вышивать. И вдруг получается. Не пойми, из какого миссива цветов. Не пойми, из какого миссива крестиков. Например, получается такая красивая елка. Елка ведь не полностью зашита. Вот здесь вот есть незашитые участки. Чем бы мне тыкнуть. Вот. Нашла ножницы свои. Вот здесь на елке есть незашитые участки. Вот это все незашитая Линда. Но при этом какой эффект. Пока я получаю массу удовольствия. Ну, хотя я не размечала Линду, я только посчитала сам край, от которого вот я, мои расчеты. Сейчас попробую показать. Вот мои расчеты идут. Но, несмотря на это, я, конечно, сначала уже успела попороть. Вот эти, вот эту травку я полностью распарывала, так как она ни к чему не привязана. В общем, я ошиблась, конечно. Далее здесь вот в елочке тоже я ошиблась. То есть, когда начинаешь перескакивать через некоторое количество крестиков, когда более-менее ориентируешься уже на отшитый участок и лепишь крестики, которые рядом, то ошибиться трудно. Здесь нет никаких проблем. Но когда начинаешь одним цветом выводить чуть подальше, то здесь можно ошибиться. То есть, здесь я попорола. Здесь тоже елочку пришлось попороть, потому что тоже один цвет заканчивала. Вот эту верхушечку уже сделала. Но поняла, что ошиблась всего лишь на одну ниточку. И состыковочки у меня не произошло. Аполлон не встретился с союзом. Но все равно я сейчас уже приноровилась. Получаю огромнейшее удовольствие от этой работы. И я надеюсь, что она не затянется у меня на долгий срок. Всем желаю прекрасного рукодельно-вышивального настроения. Давайте общаться в комментариях. И всем до новых видео. Пока-пока.